Итак, каждый цвет солнечного спектра – это информационный канал взаимодействия с определенными объектами Солнечной системы и более того, с определенными глобальными объектами космоса. И это, по сути, космический алфавит звездной коммуникации с бесконечным диапазоном смыслового содержания, ведь каждый цвет имеет еще и широкую вариабельность оттенков до миллиона и более. Через эту систему световой коммуникации расширенное сознание человека может личностно контактировать с планетарными и звездными системами разума, организовывать с ними совместные проекты сознательного взаимодействия. Обратите внимание, человек может выйти на эти контакты и вместе со звездными системами начинать какие-то совместные проекты. С помощью чего? С помощью своей собственной ДНК. Ведь ДНК – это и есть древо, то есть структура, организация человека. Оно дается нам для того, чтобы соответствовать отцу. Каждый виток ДНК является и материальной, и социальной матрицей событий, которые выражают среднестатистические эквиваленты всеобщей действительности. Комплементарно сопряженные компоненты этой молекулярной цепи формируют реальность внешнего мира через астрально-голографические проекции возникающих модуляций. Потому что реальность – это результат консенсуса материальных и духовных излучений на уровень сознания человека. В любом человеке есть два человека – внешний и внутренний. Внешний Македонский, например, воевал со всеми, а внутренний хотел достичь гармонии через объединение народов. И где достигается согласие по душе, ведь душа есть пространство причастия с Богом. В проекции ДНК во внешнее пространство древа жизни – собирательный образ всех личностных программ развития. В древе сефирот первая, вторая и третья сефира – это пространство преобразования животных состояний в образ человека. Четвертая сефира нейтральная. Здесь пережигают через огонь сердца все остаточные явления животного состояния. Пятая, шестая и седьмая сефира – установочные. Здесь в сознании человека открываются смотровые окна, через которые можно видеть перспективы его будущей жизни, как потенциал развития. Эти окна в сознании в свое время открывал Моисей. А дальше – двери в другой мир, которую сформировал Иисус. Восьмая, девятая, десятая сефиры – пространство Богочеловеческое, где происходит второе духовное рождение человека, как союз материи и Духа в вечную жизнь. Но прежде чем вступить в вечную жизнь, надо самоопределиться в океане сознания. Этим океаном управляет Поситон или Нептун в звездном аспекте зодиакального взаимодействия. Ну, вы понимаете, что в какой-то мере это аллегория, мы же проходили этот путь. Вот задумайтесь.